Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе и сосредоточимся на сборной нашей страны, которая сегодня сыграет с болгарами в рамках последнего контрольного матча перед чемпионатом Европы. И вот в преддверии этой встречи я решил собрать самые интересные комментарии болгарских фанатов в соцсетях, чтобы узнать, что они думают о грядущей встрече. Ну и сейчас я, конечно, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод 24Калуцкий, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Красимир Иванов написал, «Уже много лет наша команда оказывается не способна провести два хороших матча подряд. Но, возможно, сейчас наши парни снова порадуют нас качественной игрой. А что касается соперника, Россия стала серьезной силой в футболе. Будет тяжело». Ну, в прошлом матче, хотелось бы отметить, болгары сыграли в ничью со словаками 1-1. В общем, сплошные у них славянские дерби. Сейчас идут то Словакия, то Россия. Ну и, в общем-то, серьезный показатель. Я напомню, словакам мы не так давно проиграли в рамках отборочного этапа чемпионата мира. Ивайло Станков. В последнем матче мы добились престижной ничьи против сборной Словакии. А завтра будем ждать победы от нашей сборной. Во что бы то ни стало, вперед, болгарские герои! Валентин Милев. Недавно играли наши молодежные сборные. Ну, то есть, России и Болгарии. Кстати, наши добились победы 1-0. И при том, что многие лидеры нашей молодежки сейчас переведены в первую команду, мы сыграли достойно. Теперь слово за нашей первой командой. Ну, кстати, действительно, некоторые лидеры молодежной сборной Болгарии отправились сейчас в первую команду. С другой стороны, у нас тоже многие, скажем так, бывшие вожаки молодежной сборной тоже сейчас выступают за старшую команду нашей страны. В общем, такая ситуация произошла обновление и у нас в Болгарии. Виктор Фотев. Надеюсь, русские не уничтожат нас, как последних дураков. Ну, я сомневаюсь. Я не думаю, что здесь будет какой-то разгромный счет. Нену Байчев. Сборная России сейчас сильна, но у них впереди чемпионат Европы. Они будут экономить силы, ведь в следующем матче им играть с Бельгией. Это даст нам шанс на победу. Ну, посмотрим. Вполне возможно, действительно, в этой встрече наши ребята не будут убиваться. Это даст какие-то дополнительные шансы болгарам. Стефан Златков. В 2010 году мы достойно сыграли с русскими. Но тогда у нас были Стелян Петров и Валерий Божинов. Сейчас у нас нет таких игроков, а у русских команда, вышедшая в 1-4 чемпионата мира. Но матч в 2010-м завершился победой России 1-0. Ну, и по составу действительно нынешней болгары не чета тогдашней сборной Болгарии. Георгий Димов. Я очень переживаю из-за того, что у нас нет игроков, выступающих в России. Хотя было много вариантов, кого вызвать из российской лиги. Эти футболисты могли бы помочь в подготовке к игре против русских. Но и сами по себе. Евелин Попов, Костадинов и другие футболисты высокого класса. Но, насколько я помню, Евелин Попов вообще закончил выступление в сборной Болгарии. Атана Страйнов. Мы сыграли в ничью со Словакией, а Россия им проиграла. Так что, думаю, у нас есть шансы. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.